Недавно вышла новая версия FreeCAD, и вышла она под цифрой 1. Переход с нуля на единицу отмечает очень важное событие в истории FreeCAD, которому шли очень много лет. А именно, наконец-то исправлен баг в структуре 3D-объектов, и сложные 3D-модели больше не будут внезапно разваливаться при их редактировании. Это знаменательное событие, больше всего будут обсуждать каналы, посвященные 3D-моделированию, но мы, как обычно, посмотрим, что нового появилось в FreeCAD MKM. Первое, что бросается в глаза, это значки, изменившие свой внешний вид. У нагрузок и граничных условий была убрана запутывающая приставка Constraint. Также были убраны заглушки неиспользуемых команд. В свойствах Calculix стали доступны решатели Pardisa и Pastix, но разработчики по-прежнему рекомендуют использовать Spoolix, ввиду наиболее полной библиотеки. Появилась возможность задавать частоту выдачи результатов для нестационарных задач. Теперь можно загружать результаты только для интересующих нас шагов, а не для всех подряд. Стали доступны двумерные пространства. Теперь можно решать задачи с плоской системой координат, где задействованы только ось X и Y. В фильтрах результатов теперь можно изменить цвет и толщину контура в сетке, сделав ее при необходимости более заметной. Строитель графиков для фильтра данной вдохлинии теперь поддерживает построение графика для нормальных напряжений. Раньше он мог строить в графике только главных и эквивалентных напряжений. Фильтры результатов данной в точке теперь имеют нормальную заметную точку, размеры которой можно менять. Свойства масштаба для значков закреплений и нагрузок существуют уже давно, но теперь она наконец-то работает, и размеры этих значков теперь наконец-то можно менять. Появилась возможность исключать из расчета отдельные элементы схемы, не удаляя их. Теперь можно, например, исследовать различные сочетания нагрузок, не создавая отдельный файл. Появился новый инструмент «Абсолютно жесткое тело» с референсной точкой. Реверенсную точку можно приложить в любом месте и таким образом более точно моделировать все возможные опоры и закрепления, учитывать нецентренное приложение нагрузки и прикладывать крутящие моменты. Вот так это выглядит в действии. Здесь у нас нецентренное приложение нагрузки, здесь крутящий момент. И все это на шарнирных опорах. Обновился инструмент «Тай» – связка. Как правило, он использовался для объединения перемещений двух несвязанных сетоконечных элементов. Теперь у него появилось новое свойство – циклическая симметрия. Теперь для симметричных по кругу схем достаточно смоделировать только один сектор. Это значительно ускоряет время расчета без снижения точности. Добавился новый алгоритм разделения сетки на конечные элементы. Теперь она может состоять из шестигранников. Обновлен инструмент «Контакт». Единицы измерения контактной жесткости приведены в порядок. Также вместе с трением теперь можно учить «Слепслоп фактор». К тепловому потоку добавился новый параметр – тепловое излучение. Источник тепла теперь может работать в двух режимах – скорость диссипации и общая мощность. Нагрузка собственного веса, или иначе гравитация, теперь может задаваться в разных направлениях. Полностью изменился редактор материалов. Его объединили с редактором из BIM-верстака. И теперь помимо физических свойств материала, он содержит информацию о том, как этот материал должен выглядеть. Архитектурный верстак объединили с BIM-верстаком. Но привычные инструменты, такие как, например, ферма, остались на месте и настраиваются точно так же. Архитектурный верстак тоже на месте и доступен для установки из аддон менеджера. Есть еще и другие изменения, не вошедшие в данный обзор. С ними можно ознакомиться в релиз ноут. Версия FreeCAD 1.0 посвящена памяти Бредли Маклина, который, к сожалению, ушел от болезни незадолго до публикации релиза. Он был одним из главных специалистов, благодаря которому была исправлена ошибка топологии 3D-объектов, мешавшая развитию FreeCAD очень много лет. Светлая память. Редактор субтитров А.Семкин